Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Северное Вязание. И сегодня будет видео в формате вязального эпизода, в котором я расскажу вам все свои рукодельные новости. А именно, в этом видео мы с вами поговорим о новом совместном проекте, в котором я принимаю участие. Также я покажу вам готовые работы, процессы пак. Поэтому, если вы любите длинные видео, если вам интересно, то устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, сначала я бы хотела вам рассказать о совместном проекте, в котором я с удовольствием буду принимать участие. Этот совместный проект называется «Свитер под елочку». Его организатор Оля Магнолия, вязание из Германии. И в прошлом году я была зрителем этого совместника, но в этом году мне посчастливилось принять участие в нем как блогер. Итак, в чем же заключается смысл? Блогеры собрались тут между собой и решили, что неплохо было бы связать какие-то свитерки в честь надвигающихся праздников. То есть провести декабрьские темные деньки, вечера с пользой и связать что-нибудь интересное. Но это же было бы скучно, если бы все это было просто так. Поэтому мы решили. Вот темы нашего, наши темы, которые мы придумали. И мы рандомным образом, то есть каждый из нас вытянет один фант для другого блогера. И этот блогер, для которого я буду тянуть фант, он будет вязать свитер именно на заданную тему. Мне кажется, это совершенно чудесно и интересно, и даже волнительно и страшно для меня лично. Потому что там есть несколько тем, которые я очень не хочу, чтобы мне выпали. Давайте же поподробнее. Давайте поподробнее. Во-первых, разрешите мне представить вам всех участников блогеров этого совместного проекта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ну вы понимаете, у нас совершенно замечательная и веселая компания подобралась. Но еще что, да, у нас есть спонсоры. То есть, да, в этом совместном проекте также будут подарки. И я сейчас вам расскажу, да, кто наши спонсоры. Это Наталья Фадеенко ArtMeeting, Наталья Woolhairs, Аурико Модное Хобби и дизайнер Яна Пани Маркеви. И в этом совместном проекте именно спонсоры будут выбирать, кому же подарить подарок. И еще что интересно, что и вы, зрители, как обычно, можете принять с нами участие и побороться с блогерами наравне, да. То есть, выбрать себе сами тему, например, да. То есть, вам легче уже. Вот, то есть, выбрать тему, связать свитер и также представить его на суд наших спонсоров и выиграть, возможно, подарок. Вот, подарков мало не бывает, поэтому я рекомендую. Все ссылочки вы найдете в описании, то есть, ссылку на группу в Телеграме, ссылку на хэштег, который обязательно нужно поставить под фотографиями с вашей работой, да, с вашим там процессом, где вы расскажете, какую вы выберете тему, как вы будете это вязать. В общем, так что, проходите в инфобокс вниз под видео и смотрите. Вот, это еще не все. Наша Ольга, наш организатор, она нас рассортировала, можно так про людей сказать, рассортировала по парам, да. Да, и то есть, кто для кого тянет фант. И я вам скажу, для меня тянет фант Даша Некрасовас. И я узнаю об этом сегодня, 1 декабря. Я не могу, я очень-очень волнуюсь. И я, конечно же, очень надеюсь на легкую руку Дашеньки, что она вытянет мне какую-нибудь хорошую тему. Вот. Для кого тяну я? Я тяну фант для Светочки, для Светланы Ларсен. Если вы с ней еще не знакомы, что, конечно, вряд ли, то обязательно заходите и знакомьтесь. Вообще, заходите ко всем участницам. Вот. Я уверена, что будет интересно. Но и это еще не все. Смотрите. Эту предложила, кстати, Даша. Мы вот в рамках, да, опять же, этого совместного проекта, мы с участницами решили обменяться подарками, но не простыми, да, а адвент-календарями. Вот. Мне кажется, это суперинтересно. Но адвент-календари мы не на каждый день, знаете, как для деток делают, а 4 маленьких подарочка на 4 адвента. То есть первый адвент у нас уже 3 декабря, и дальше каждое воскресенье я буду открывать подарочек вместе с вами. Конечно же, вам буду все показывать. Вы не представляете, какая нужна сила воли, чтобы терпеть. И также мы обменивались адвент-календарями по той же схеме, что и тянули жеребья, да. То есть Даша Микрасова сделала адвент-календарь для меня, а я же, в свою очередь, сделала адвент-календарь для Светы. Поэтому я вам очень рекомендую подписаться на канал Светы, чтобы не пропустить и посмотреть, что же я ей там за подарочки приготовила. Вот. Я, конечно же, волнуюсь, но понравится, ей не понравится. Там мы договорились с девочками так, что это должны быть какие-то небольшие, уютные такие сувениры. Ну, все равно я очень волнуюсь, конечно же. И я в огромном нетерпении, чтобы не распаковать раньше времени адвент-календарь от Даши. Но, конечно же, я держусь, потому что я знаю, что это будет максимально интересно. И, я не знаю, по-эстонски, пынов. Это у меня такое, знаете, возбуждение, нетерпение. В общем, все такое. Вот, поэтому весь декабрь нас с вами ждет. Очень насыщенная программа, много будет интересного. Но, смотрите, этот совместный проект «Свитер под елочку», он подразумевает всего два видео, к сожалению. Это сегодняшнее видео, где мы с вами вытащим сейчас бумажку для Светы, выберем, то есть, ну, вот, как фант вытащим для Светы, чтобы она узнала, да, какая же тема ее ждет на декабрь месяц. Вот, а итоговое видео будет уже в новом году, то есть, в начале января, когда уже отгремят куранты и отгремят фейерверки и все такое. И уже будут спокойные такие деньки, такой, знаете, отдых от праздников, доедание салатиков и под вот это вот прекрасный там пушистый снежок и горящую нарядную елку, вы можете посмотреть наше итоговое видео, в котором будет все вот это вот, весь процесс, да, то есть, от момента, когда я узнаю сегодня от Даши мою тему, и вы ее тоже можете узнать на канале у Даши, да, то есть, она ее сегодня должна озвучить. Держите, пожалуйста, девочки, за меня пальчики, я очень волнуюсь. Вот, также, и вот весь процесс, что мы с вами придумаем там вязать, из чего, и вот весь процесс, что в конечном итоге у меня получится. Вот, все рассказала. Ну, мне кажется, это суперинтересная затея, и Ольга у нас вообще мастерится на выдумку, вот, и я очень рада, что, конечно же, меня взяли в эту веселую компанию, и я уже тут тоже, видите, некоторые атрибутики нарядилась, рождественские, да, ну, и давайте мы с вами не будем затягивать и пойдем вытаскивать фант для нашей Светочки. Света, приготовься! Ну, что, поехали, значит, план такой. У нас 22 темы, соответственно, я сюда напишу номера от 1 до 22, затем я разрежу эти бумажки, сверну и помещу вот в эту вазочку. Хорошенько перемешаю и вытащу бумажку. Вот такой вот у нас с вами план. Поехали! 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 Теперь мы все эти бумажки положим в вазочку. Потрясем. Ну, а теперь момент истины, Светочка. Приготовься. Приготовься. Так, ну, кто ко мне пойдет? Так, я не смотрю. Я не смотрю. Итак, номер 6. Теперь мне нужно заглянуть в табличку и номер 6, это у нас в списке Дед Мороз, Красный Нос. Прекрасная тема, чудесная тема, Света. Я тебя поздравляю. Ну, как вам тема? Я считаю, что тема, ну, не самая простая. Там в списке были темы и попроще. Даша, Даша, это я тебе. Вот. Но тема тоже очень интересная, да. То есть, это может быть что? Может быть, какие-то жаккардовые кокетки, которые Светлана наша вяжет совершенно потрясающе, да. Если вы не видели, у Светы есть на канале видео, где она показывает все свои жаккардовые изделия. Ну, плечевые. Вот. Сходите, посмотрите, если вы не видели. Вот. И я думаю, что она, конечно же, придумает что-нибудь такое вот интересное, рождественское. Возможно, с Дедами Морозами и вот с оленями, с как-нибудь, с снежинками. Ну, в общем, что-нибудь у Светы получится очень красивое. В этом я уверена. Вот. Надеюсь, она, она довольна. Надеюсь, она останется довольна темой. Вот. И она на меня не будет злиться. Вот. Ну, что, дорогие друзья, дорогие зрители, выбирайте, пожалуйста, тоже темы. Можете также, кстати, рандомно выбрать тему. То есть, написать на бумажках и попросить мужа, соседку, бабушку, ребенка, чтобы вам вытянули тему. Это же еще интереснее будет, правильно? Вот. Можете даже это заснять и показать нам где-нибудь в Инстаграм или в Телеграм. Вот. В общем, давайте вязать, креативить, вдохновлять друг друга в такие темные, в такой темный месяц. Нужно, нужно себя как-то вытаскивать из этой зимней спячки, вдохновлять. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что это очень-очень будет интересно. И мы с вами интересно проведем эти предновогодние дни. Вот. Ну, на этом у меня все, что касается совместного проекта. Надеюсь, я ничего не забыла. Я очень старалась, тараторила. Вот. Значит, наверное, да, я ничего не забыла. Ну, давайте теперь мы с вами перейдем уже непосредственно к моему рукоделию. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, прошло с момента последнего видео, прошло две недели. Да, мы не виделись две недели, потому что мне нечего было вам показать. Банально, серьезно. Но мне нечего было вам показать. Я не понимаю, почему-то вот меня ничего не цепляло в вязании. То есть я начинала миллион процессов. Даже было такое, что я начинала и целый день вязала, а потом распускала. Вот мне не нравилось, и я распускала. То есть мне вот бывают такие вот моменты, когда ничего, ни один процесс тебя не цепляет. И, ну, нету этого, да, огонька. Вот. Поэтому и нечего было показать. Ну, давайте уже покажу, что есть. Во-первых, во-первых, что у меня связалось, и пока что она не ушла, я вам покажу. Это мужская шапочка. Шапочка. Шапка. Мужская же. Мужская шапка. Она связана по описанию. Это очень свеженькое описание от российского дизайнера. Итак, давайте я вам вставлю что-то, подпишу, потому что я уже в этих названиях, честно говоря, запуталась и вот не помню. Но мне понравилась эта мужская шапочка. Она именно позиционируется как мужская. Но, разумеется, она может быть и женская, да, никто не запрещает. Связана вот такой нерегулярной резинкой, по-моему, 2х4. 2 изнаночные, 4 лицевые. Вот такое вот интересное закрытие. В общем, мне очень понравилась эта модель. И связана она из 100% кашемира. Это темно-синий кашемир от Кориаджи. Это остатки, которые у меня остались от свитера, который я вязала для своего сына. Свитер номер 25. И вот у меня остался небольшой моточек. На это у меня ушло 60 грамм. Я вязала все по описанию. Ну, в общем, и вот такая вот шапка получилась. Она, конечно, тоненькая, кашемировая. Вероятно, она больше подойдет для кого-то, кто передвигается на машине. То есть, ну, я думаю, что, например, для моего ребенка, да, который на общественном транспорте ездит сейчас, это точно будет холодно, несмотря на такой широкий двойной, да, подгиб. Но это будет холодно, если только это весной, ну, носить. Но либо это для кого-то из свекра, или для моего папы, или для моего мужа. Но муж мой тоже много передвигается на улице, ну, по работе, да. И, ну, не знаю. В общем, посмотрим для кого-то из них. Но эти остатки я сразу пустила в дело, чтобы они не клубочком где-то завалялись и забылись, да, а сразу стали вот такой интересной шапочкой. Связалась очень быстро. Ссылку на описание я вам, конечно, оставлю в инфобоксе. Дальше у меня связалось первое изделие из моей самопрядной пряжи, да. И, насколько я поняла, у всех, кто начинает прясть, самое первое, что они вяжут из своей самопрядной пряжи, это носки. Расскажите, девочки, кто придет. У вас тоже были носки первым вашим изделием? Итак, вот эта пряжа, это меринос с шелком. И вообще, это могла бы быть шапка абсолютно легко, потому что метраж такой, где-то 200 метров на 100 грамм. Ну, то есть, как дропс каризма, да. Вот, но цвет, но цвет явно не мой. Я даже отвязала из этой пряжи резинку и подгиб уже сделала. И потом я, ну, вот это о том, что я, да, с утра начала, целый день вязала и потом распустила. Вот это там же было. Вот, и я померила этот вот подгиб, ну, эту резинку, что я связала, и поняла, ну, точно мне не идет. Ну, то есть, это вот такая лосось какая-то светленькая. И мне такое не идет, ну, откровенно. И зачем я буду вязать, если я это не буду носить? Поэтому я добавила ниточку мохера и связала носки для себя. И это будут носочки, ну, такие, знаете, честно говоря, у нас есть так холодно, что я постоянно хожу в носках, я даже сплю в носках, ну, не знаю, мерзну. И вот это именно для таких целей, то есть, посидеть уютно на диване или даже спать лечь в этих чудесных носках. Ну, да, там первое изделие из спрятанной мной пряжи у меня есть. И вот такое оно получилось. Пяточка бумеранг вязала спицами номер 3. И ниточка мохера на нейлоне, да, то есть, у меня была такая розовенькая нежная бобинка. Мне дарила когда-то моя подружка. И вот чуть-чуть я от нее отщипнула, чтобы связать носочки. Так, и могло бы быть, кстати, ну, вообще по плану, должно было быть 3 готовые работы, да. Я планировала, в прошлом своем видео я вам рассказывала о планах на 90 дней до Нового года. И там я озвучила план, что я хочу связать двойной шлем по мастер-классу Олеся Нахиба. Здесь на YouTube бесплатный мастер-класс. Такой шлем очень хороший, он резиночкой 2х2. И я его связала, да, я его связала. И верхний слой я вязала из мериноса, одна нить мериноса, одна нить, брашт альпака силку, дропс, и все остальное я вязала мериносом, без подмота. А вчера я еще это довязывала и перевязывала, то есть уже на голове у ребенка, да, регулировала высоту, длину и вот обвязки. И сегодня я спрятала кончики и положила в стирку на шерсть. Всегда так делаю. Положила туда еще полотенчика. И сижу, значит, и вяжу, и думаю, что долго стирает. Обычно это у меня занимает 55 минут, но тут что-то долгое. Я еще начала прикидывать, что я ее где-то полдевятого положила в стирку, а сейчас уже 11, и что-то он до сих пор работает. И когда я пришла, вытащила и вытащила валенок. Ну, то есть вот эта вот наружная часть, в которую была вставлена брашталь-бака-силка, она стала валенком. Ну, вот тем самым валенком, да, который мы на ноги одеваем. Это было жутко обидно, но, вы знаете, я вот после этого начала думать, что девочки, кто со мной давно, возможно, наверное, знают, да, что я периодически что-нибудь сваливаю. И вот в этом году целый год я ничего не сваливала. Ну, не могло же так все закончиться. И вот вуаля. Я не знаю, что случилось с машинкой. Теперь я вообще боюсь в ней что-нибудь стирать, чтобы не испортить. Ну, потому что я еще потом проверила, что, да, там стоял режим шерсть. И почему так случилось, непонятно. В общем, что-то там случилось с моей стиральной машинкой. Вот. Ну, короче, сейчас ребенок придет с садика. Я не знаю, что ему сказать. Он ждет свой шлем. Я еще должна была там сделать опять, как обычно, динозавра. Но вот такие дела. Главное, там, где меринос, все шикарно. А вот эта верхняя часть, да, она как валенок. И это все. Вы представляете, я вам предлагаю пойти и руки в кадре, руками в кадре, посмотреть на мои процессы. И у меня их пока что два. Да. Пока я не начала ничего нового, но я вам покажу свои два процесса и расскажу еще, сразу не отходя от стола, да. Я вам расскажу, что я вот прям сегодня-завтра планирую начать еще. То есть о моих планах я тоже расскажу. Итак, процессы. Так как прошлые выходные мы были в дороге, мы ездили на рукодельную ярмарку. Кто подписан на мой инстаграм, те, вероятно, видели. Я в инстаграм показывала, как прошли наши выходные. И так вот, в дороге, разумеется, вязала свой дорожный проект. И это носочки. Носочки мужские из секционной пряжи. Это опал. А это, ну, что-то из той же оперы. Вот, решила, что пусть будут. Мужские носки никогда не будут лишними. Они, конечно, очень тоненькие. На сейчас, на такую погоду, как у нас сейчас, это только для мужчин, которые на машине передвигаются, опять же, да. Возможно, папе подарю или свекру. Вот, но симпатичные получаются. Симпатичный такой узор получается. Пятку я вывязывала бумеранг. 10 рядов клин подъема. И все. Вот, совершенно обычные. Уже вот на обратном пути я начала вязать резинку. Но у нас сейчас в половину четвертого вечера уже темно, как ночью. Поэтому в машине вязать не получается. Вот так вот темно. Но ничего. Когда-нибудь довяжу. Итак, процесс номер два. Тут надо маленькую предысторию, как я до него дошла. В общем, стояла у меня, стояла уже, наверное, два года. Вот такой прекрасный подарок, бобинка, да. Такая красивая. И ждала какого-то особенного проекта. Это, так, название не подскажу. Но состав-то кашемир, меринос и шелк. 400 метров на 100 грамм. И всего у меня 500 грамм. Я их размотала на кейке, ну, на мотке. Я думала вязать в две нити, но поняла, что мне бы ни на что не хватило, да, если вязать в две нити. Поэтому я решила добавить сюда подмот. И начала искать, что же это может такое быть. То есть мне не хотелось потерять этот сочный, яркий, оранжевый цвет. Да, вот сейчас, видимо, в преддверии праздников мне хочется ярких-ярких цветов. И долгое, кстати, не с первого раза я нашла подмот. Объездив все маленькие пряжные магазины, которые вокруг деревни, ничего я не нашла. И в конечном итоге обратилась к старому доброму дропсу, да. Честно сказать, дропс Эйр в оранжевом цвете мне понравился. Именно цвет мне понравился больше. Он прямо такой электрический, такой кислотно-оранжевый. Но я подумала, что пряжа шнурочная, тем более с альпакой, она просто-напросто забьет мне весь кашемир, да, который здесь присутствует. Поэтому я все-таки остановилась на одной ниточке Дропскит Силк. Это Кид Махер на шелке. 49 цвет. И кто знаком с этой пряжей, знают, что у них богатейшая палитра, но от цвета к цвету, даже от оттенка к оттенку, мягкость этого Кид Махера очень различается, очень. И вот этот оранжевый я вот тоже не могу сказать, что он какой-то супер мягкий и нежный, как у них, например, другие цвета, которые я пробовала, да. То есть такой. В общем, одна ниточка, значит, вот такая. И третья ниточка еще оранжевая, да. Вот видите, у меня, когда пойдешь искать в своих запасах и находишь такие богатства. Эта ниточка тоже лежит у меня уже несколько лет. Тоже подарок. И тоже оранжевого цвета. Да, они все разного оранжевого цвета. Но я решила их смиксовать. Это Rowan Fine Lace. Здесь 50 грамм 400 метров. То есть эта пряжа предназначена для вязания. Ну, по названию мы понимаем, да, что они предлагают нам вязать ажур. И у меня 4 таких мотка. То есть много, 1600 метров. Вот здесь 80 альпака, 20 шерсть. И все эти три ниточки я соединила. И вот что я вяжу. Нечто очень яркое. Назвала это мандарин. Это меланжевый такой мандарин. Вот что у меня получается. Давно я хотела связать что-нибудь меланжевое. Даже пробовала, вязала образцы, смешивая что-то, что у меня есть в запасах. Но мне ничего не нравилось. Слишком ярко получалось. Да, в смысле, слишком не ярко. Это тоже очень ярко. А в смысле, слишком кардинально. Там темное со светлым. Вяжу я свитер номер 14 с круглой горловиной по описанию My Favorite Things. Первый раз я вяжу эту модель. Но не первый раз я вяжу по описанию этого дизайнера. Но эту модель первый раз. Там всего в описании три размера. Модель Oversize. И я вяжу второй размер. Там очень толстые спицы. Предлагают номер 5 и номер 6. То есть, вот я уже перешла на вязание тела. И вяжу я спицами номер 6. Хочется мне это связать. Очень быстро хочется, чтобы уже носить. Чтобы на рождественские каникулы в Эстонию я могла уже взять его с собой. Этот свитерок. Уверена, что он будет не только меня греть, но и поднимать настроение своим вот таким озорным цветом. Пряжа бобинная. Я думаю, она еще неплохо раскроется. Кит Махер однозначно еще будет. Пушистым. В этом я уже могла убедиться. У меня многолетний опыт использования этой пряжи и стирки и носки. И она распушается и распушается. Поэтому вот это мой сейчас основной процесс. Но я планирую завести еще несколько. И об этом поговорим дальше. Так, здесь немножко о поредении. Потому что это связано между собой. После того, как я сняла наше с вами последнее видео, которое было на моем канале, я спрела вот такую замечательную пасмочку. И это меринос и бэйби верблюд. И что тут интересного? Это очень мягко. Это невероятно мягко. Я бы с радостью хотела себе такой свитер или водолазку даже скорее. Потому что это невероятно мягко. Значит, я спрела сначала четыре одиночки. Да? И четыре. И потом их между собой я скрутила. И скручивала я намеренно, расслабленно. То есть, чем туже ты скручиваешь нить, тем она, разумеется, жестче. Когда мы, например, вяжем носки, то нам, разумеется, нужна сильная крутка. Но из этого я хотела связать снуд ребенку, маленькому пятилетнему, моему. Вот. Поэтому я решила вот так вот попробовать. То есть, ниточка получилась, во-первых, толстая. Потому что это четырехнитка. А во-вторых, она воздушная, мягкая. Потому что я скручивала их между собой на маленькой скорости. Вот. И получилось это все очень нежно и мягко. И я планирую быстренько связать из этого снуд. Вероятно, резинкой. Я люблю такие снуды. Они очень хорошо сидят. Дальше. Дальше мы ездили на рукодельную ярмарку, да. Я уже упомянула. И там я не могла уйти просто так. И там я купила бат. Или нет, это был топс. Да, это был топс. Ну, то есть, лента, меринос. Это носочный состав. Это меринос и нейлон. И это вот такая яркая-яркая получилась носочная пряжа. Здесь было 70 меринос, 30 нейлон. И вручную это все было покрашено. И я, честно говоря, даже не успела вам это показать на стадии покупки. Потому что сразу, когда я вернулась домой, в этот же вечер я села это прясть. И на следующий день это уже было готово. Здесь всего 100 грамм, ну, то есть, на пару носочков предполагается, да. Но я тут неожиданно... Это обычная двухнитка, да, я ее не сказала. То есть, две ниточки между собой. Потому что я планировала, правда, вязать носки. Но здесь как-то неожиданно, случайно, я купила розовый пуховик себе. Да, вот что-то меня дернуло на яркие цвета. И, в общем, этот розовый пуховик... И мне нужна теперь розовая шапка, да. А розовая шапка какая-нибудь обычная, потому что цвет уже необычный, да. Возможно, резинкой. Ну, что-нибудь, в общем, такое. Простая какая-то модель. И туда я планирую подмешать еще одну ниточку вот этого махера. Ну, то есть, чтобы немножечко сгладить вот эти переходы, чтобы немножко успокоить этот цвет. Потому что пуховик, ну, не настолько кричащего розового цвета. Вот. И это я, кстати, купила от той самой женщины, у которой я покупала вот все предыдущие мои шерстки для придения. То есть, она их там сама чешет и мешает, и красит, если нужно. Вот. И вот это ее рук дело. То есть, это ее махерчик, да. Испряденный и вручную покрашенный. Здесь у нас шелк и кидмахер 72 на 28. И мне очень понравился такой нежный цвет. И то есть, то, что это сделано руками, да, пряжа. И это сделано руками. Ну, то есть, мне не хотелось это смешивать с чем-то, с чем-то заводского производства, да. И вот будет две полностью вручную сделанные ниточки, да, будут вот такой моей шапкой. То есть, это мой план, который мне вообще нужно уже носить. Вот. А я все планирую. Ну, вот сейчас я вам показала, и уже могу перематывать и начинать. Значит, это будет какая-то шапочка простенькая. Так, дальше. Вот это. Это покупка была, вот это на ярмарке, по-моему. Да. А это была на, в общем, в другом месте. Но это все одно и то же, да. Это стопроцентная овечка. То есть, это было в виде шерсти, да, которую я сама прила. Это стопроцентная овечья шерсть, порода финская овца, не крашеная, да. Ну, как вы понимаете, это белая, это темно-коричневая. Это была в ленте, это была бат. И мне, лента мне нравится больше. Вот что я могу сказать. Значит, это все я сприла тоже достаточно быстро. Прила в две ниточки, но ссучивала я опять слабенько. Ну, как бы, ну, как слабенько, чтобы крутка, разумеется, была. Но чтобы мягкость и воздушность этой овечки все-таки оставалась. В общем, мне очень нравится эта шерсть, то есть порода, да, вот этой овечки. И она очень классная. Ну, вот, во всяком случае, вот, в светлом, не крашенном состоянии она чудесная. Это тоже очень-очень красиво. Так, но здесь у меня всего 50 грамм. Там больше не было, где я это купила. Вот, здесь всего 50 грамм. Тоже двух ниточка. Плохо видно, да, темный цвет. Но она, видите, такая неоднородная. В смысле, цвет неоднородный, да. И я думала, что это будут варежки с жаккардом. Ну, то есть финская овечка, да. Разумеется, хочется ее как-то вот перемешать. И я думаю, что это будут варежки с жаккардом. Каким-нибудь тоже очень простым. Но об этом это такое вот не к спеху. Это чисто для души. Вот, это для души больше. То есть вот эта шапка мне нужна. Сыночку нужен снут, да. А вот это вот, ну, это так, чисто вот по сердцу. Мне, в общем, очень понравилась шерстка финской овцы. С удовольствием буду ее еще использовать. Возможно, и в каком-то большом плечевом жаккардовом изделии. Когда-нибудь, вот. И что, пока мы здесь, хотела вам показать покупку. Ой, была же на ярмарке, опять же, да. И там я прошла курс, ну, такой мастер-класс, да, мастер-класс скорее, по придению на веретене. Ну, и заодно купила себе одно такое веретено, чтобы тренироваться. Потому что, на самом деле, у меня ничегошеньки не получилось. Ничего, да, мне эта мастерица, которая обучала, она, кстати, из Англии, то есть она на английском языке, да, говорила. И как я поняла, что она какая-то известная в этих кругах, личность, да. Но, в общем, я ничего не поняла. Ну, для меня осталось, да, что купить опору надо, да. Ну, это может быть любой стаканчик. Вот. Она мне сама лично закрепила лидера, ну, нить вот эту. Потому что даже это у меня не получалось. И, короче, я запомнила, да, что когда мы держим шерсть, шерстку вот так вертикально, тогда мы задаем крутку, если мы держим горизонтально, тогда просто, ну, тогда мы наматываем, короче, уже готовую скрученную ниточку. Опять пойдем вертикально, даем крутку, да, горизонтально наматываем готовую ниточку. Все. Это все, что я запомнила из мастер-класса. Также я прошла мастер-класс по чесанию сырой шерсти на гребнях и на щетках. На гребнях все отлично, на щетках ничего не получилось. Вот. В общем, буду развивать эти навыки еще. Ну, вот такое чудесное, красивое летнее какое-то веретено у меня теперь есть. Посмотрим, может быть, когда-нибудь я и эту науку осилю, но пока что трудно с этим. Ну вот, такие у меня процессы и будущие процессы. Ну, вот такие вот у меня процессы. Мне кажется, что мой оранжевый свитер должен по-любому поднять мне настроение вязальное. Потому что мне очень нравится, какая текстура получается. И вот этот вот оранжевый меланж. И, в общем, да, все мне пока что нравится. Ну, а на этом я буду заканчивать. Буду с вами прощаться ненадолго, буквально на недельку. Желаю вам всем здоровья, тепла, уюта. И до скорых новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok